На Нежинской открыли добровольческий мобильный госпиталь, где совершенно бесплатно помогают всем нуждающимся. Персонал работает на волонтерской основе, а одесситы помогают заведению всем необходимым для его функционирования. О бескорыстии и неравнодушии в трудные времена смотрите в следующем сюжете. На Нежинской 37 недавно открыли добровольческий мобильный госпиталь. В помещении этого медучреждения есть все, чтобы оказать раненому неотложную помощь. К тому же у волонтеров 8 автомобилей с парамедиками, чтобы оперативно доставлять пациентов в госпиталь из любой точки города. Мы можем в любой момент наш штат, который состоит из 15 врачей, мы можем бригаду отправить куда-то в какое-то место, которые там окажут на месте, стабилизируют состояние этого пациента. Допустим, где-то в каком-то взрыв в каком-то доме здесь недалеко. Ребята выезжают туда, стабилизируют состояние или вывозят пациента сюда к нам. И спасибо, что вот мы нашли такое место и у нас очень много людей. Сейчас вы видите, сколько много волонтеров, сколько много одесситов сегодня помогают всем, чем могут. За медицинской помощью к сотрудникам госпиталя уже обращаются люди. Поскольку здесь с радостью готовы лечить не только раненых во время боевых действий, но и пациентов с любыми болезнями. За свои услуги работники заведения денег не берут. Мы не смогли бы справиться без людей. Люди, проходя мимо нас, говорят нам искренние слова благодарности, и мы им благодарны. И несут из дому все, что имеют. Начиная с обычных простаней, мы их тоже на всякий случай резерв, как бинты, как марли, используем. Люди нас поддерживают, и мы обратно точно так же для людей. Помогают врачам-добровольцам и альпинисты. В их числе и чемпион Украины Алексей Шельбах. Тех, кто сейчас могут и хотят помогать, порядка 10-12 человек. Вот здесь именно. То есть мы можем работать как санитары, допустим, как медбратья. У многих есть сертификаты о оказании первой дворочебной помощи. Палата и операционная госпиталь находятся в подвальном помещении, которое можно использовать как бомбоубежище. Все, чтобы пациенты находились в безопасности. Знаете, 100-килограммового стащить сюда, это очень тяжело. И вот эти ребята, альпинисты, могучие парни, они будут помогать в случае необходимости вот здесь вот именно. Потому что, потому что, если не дай бог, вот так носилки по таким углом, это можно, можно потерять больного, раненого уже вот на этом этапе. Вот вы можете видеть такие импровизированные, такая палата, где мы можем расположить до, даже вот в этом помещении, до 15-20 раненых. Вот. Сейчас я уже попросил о том, чтобы, обратился к одесситам о том, чтобы нам дали попользоваться лежаки, такие пластмассовые. Потому что, видите, за неимением лучшего мы делаем импровизированные вот такие кровати. Селим карематы, матрасы, одеяло. Если у вас есть возможность предоставить в госпитале лежак во временное пользование, приносите его на Нежинскую, 37. Кстати, в бомбоубежище этого добровольческого медучреждения есть отдельное помещение, куда во время воздушных тревог спускаются жильцы близлежащих домов, чтобы найти укрытие. Евгений Миглей, Денис Ларко, 7 канал.